МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжит возглавлять Минфин до его утверждения парламентом в новой должности. Соответствующее предложение президента НБМ Анки Драгу уже поступило в законодательный орган. Мы попытались узнать у Петру Ротару причину данных изменений, но он не ответил на наши звонки. На официальной странице Министерства финансов в соцсети он написал, что назначение на пост заместителя главы Нацбанка для него большая честь и ответственность. Петру Ротару был приведен к присяге в качестве министра финансов в конце сентября 2023 года. До этого он возглавлял государственную налоговую службу. Согласно декларации о доходах за прошлый год, за три месяца Ротару получил в Министерстве финансов зарплату в размере более 126 тысяч леев. В налоговой службе в прошлом году ему выплатили более 373 тысяч леев, а в счетной палате, членом которой он являлся, 173 тысячи леев. Петру Ротару владеет двумя земельными участками, домом площадью 117 квадратных метров, автомобилем «Шкода Октавия». Он также запомнился скандальным заявлением после того, как две крупные компании, японская «Фуджикура» и немецкая «Карапласт», покинули Молдову. Тогда министр финансов сказал, что финансовые последствия ухода двух компаний невелики, поскольку эти два инвестора не относятся к числу крупных налогоплательщиков. Это высказывание вызвало критику со стороны ряда экспертов. Бывший премьер-министр Ион Кику заявил, что после ухода этих компаний 3200 человек остались без работы, а государство лишилось 166 миллионов леев в виде налогов. Премьер-министр Дарин Ричиан, президент Майя Санду и председатель партии социалистов Республики Молдова Игорь Дадон возглавляют антирейтинг среди политиков нашей страны. Об этом говорят данные опроса, проведенного «Интеллект Групп». Так, на вопрос, как вы относитесь к следующим политикам, отрицательную оценку Дарину Ричану дали 58,1% респондентов. Майя Санду – 53,7%, а Игорю Дадону – 53%. То есть, несмотря на массивный поток негатива, который представители власти и подконтрольных им СМИ обрушили за последние годы на Илона Шора к президенту и премьеру негативного отношения больше, чем к опальному политику. Что касается положительных оценок, Майя Санду их выразила 27,4% опрошенных, Игорю Дадону – 23%. В тройку лидеров совсем небольшим отрывом вошел и председатель Блока Победы Илон Шор – 22,9%. У остальных политиков степень доверия менее 20%. В общей сложности в списке, приведенном интеллект-групп, 12 политиков. Почти аналогичная ситуация в отношении к партиям. Первое место в антирейтинге политических формирований занимает правящая партия «Действие и солидарность», которую возглавляет председатель парламента Игорь Гроссу. Отрицательно оценивают ее деятельность – 54,2%. Рядом находится ПСРМ Игоря Дадона – 53,7%. На третьей позиции – наша партия Рината Усатова – 52,8%. Отрицательного порога в 50% также достигли партия «Развитие и объединение ИОН «АКИКУ» – 50,7%. Коалиция за единство и благосостояние Игоря Мунтяну – 50,3%. А также ПКРМ Владимира Воронина – 50%. Между тем, согласно результатам опроса, положительно оценивают деятельность ПДС – 26,5%. Вплотную к ней приблизился блок «Победа» Илона Шора – 25%. На третьем месте ПСРМ – 23,6%. Всего в списке 10 политформирований. Политики и партии указанные в опросе пока не прокомментировали эти результаты. «В целом исследование показывает высокий уровень недоверия избирателей по отношению ко всем без исключения политикам и партиям, действующим в Молдове», – делает вывод «Интеллект Групп». А большое количество респондентов, давших ответы «не знаю» или «затрудняюсь ответить», указывает на недоверие к политическим процессам, – отмечает руководитель компании Ян Лесневский. «Отвечая на вопрос, если бы в следующее воскресенье состоялся референдум о внесении изменения в Конституцию о вступлении Республики Молдова в Европейский Союз, как бы вы лично проголосовали, 33,2% высказались против, и всего на 5% больше за». При этом 11,9% опрошенных еще не определились по этому вопросу. 8,4% сказали, что не будут голосовать, а 1,3% признались, что испортят бюллетень. Опрос проводился с 8 по 17 июля 2024 года среди 986 лиц, старше 18 лет, имеющих право голоса на территории Молдовы, за исключением Приднестровского региона. Погрешность не превышает 3,1% пункта. В Республике Молдова будет создано новое государственное учреждение. Члены правительства единогласно проголосовали на заседании Кабинета министров за создание Национального офиса по развитию культуры. Эта структура будет находиться в ведении Министерства культуры, координировать Национальный фонд культуры, отбирать для реализации проекты в сфере культуры и издательского дела и принимать решения о предоставлении финансирования для этих проектов. Национальному офису по развитию культуры будет поручена реализация политики, разработанной Минкультом, которая освободит свои силы от организации конкурсов для составления политики в этой области. Эта структура будет подчиняться министерству, перед которым будут стоять конкретные задачи по внедрению и управлению разработанными правительством политиками. Штат нового учреждения будет состоять из 22 сотрудников, в том числе двух руководителей. Национальный офис по развитию культуры будет создан путем реорганизации действующего Центра художественного просвещения. Расходы на внедрение данного проекта составят около 3 миллионов леев. Напомним, придя к власти, представители партии «Действия и солидарность» пообещали сократить количество госучреждений и чиновников. На деле же все обстоит иначе. С самого начала прихода во власть ПДС увеличило число министерств путем разделения существовавших. С 9, как было раньше, до 13. Соответственно, возросло и число служащих этих учреждений. Сейчас в Молдове уже 14 министерств, после того, как в феврале 2023 года с нуля было создано Министерство энергетики. Нынешняя власть также изыскала в прошлом году средства для повышения зарплат министров до 50 тысяч леев. Премьер-министр Дарин Ричан аргументировал это тем, что, цитата, всем нужна эффективная администрация и должны быть достаточно нормальные зарплаты. Правительство также учредило Национальное агентство кибербезопасности со штатом в 49 человек и общим фондом заработной платы около 26 миллионов 300 тысяч леев в год. Также в 2023 году в рамках государственной канцелярии было создано Бюро по европейской интеграции с миссией по реализации плана интеграции Республики Молдова в Евросоюз. А уже в марте этого года в рамках проекта исполнительной власти была проведена реструктуризация Бюро. Количество штатных единиц увеличилось с 23 до 42. В этой же связи напомним о создании Центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией с 11 сотрудниками во главе с бывшим министром внутренних дел Анной Ревенко в качестве директора. Полномочия этого ведомства, которые вызвали дискуссии в обществе, до сих пор точно неизвестны, а прозрачной информации о деятельности учреждения нет уже почти полгода. Дежавю от министра внутренних дел Спустя уже две недели после убийства турецкого преступника Адриан Эфросс рассказывает все ту же историю. В частности, он не сообщает ничего нового ни о личности убийцы, ни о его местонахождении. Установлена ли личность убийцы и знаете ли вы, где он находится? Еще в стране или сбежал? Мы очень продвинулись в этом вопросе. Делом занимается прокуратура. За более подробной информацией можете обратиться в прокуратуру. Я бы хотел рассказать больше, но, к сожалению, не могу. Что значит продвинулись? На каком этапе? Вы нашли главного подозреваемого? Я сообщил, пожалуйста, обращайтесь с вопросами в прокуратуру, и они дадут вам столько информации, сколько не поставят под угрозу ход дела и расследования. Иначе говоря, чиновник повторил то, что заявлял и неделю назад. Позвольте профессионалам делать свою работу. Но полицейские вообще знают, кого они ищут? Полицейские прекрасно знают, кого они ищут. Я прошу оставить им их работу, которую они делают, очень самоотверженно, очень профессионально. И, как я уже сказал, мы очень продвинулись в идентификации человека и других аспектах, которые дадут нам возможность составить отчет или очень четкую картину того, что произошло в тот день. Отвечая на вопрос, правда ли, что преступник покинул Молдову вскоре после убийства, а на границе, несмотря на дополнительную проверку из-за возникших подозрений, ему все же разрешили выехать, Адриан Эфрос снова уклонился от ответа. Более того, на этот раз министр переложил вину на прокуроров. Правда ли, что он с легкостью пересек пропускной пункт? Я повторяю, я хотел бы больше общаться с прессой и всем обществом, но есть процедурные меры, которые не позволяют мне это делать. И, пожалуйста, не настаивайте. Если вы хотите больше информации, обращайтесь в Генеральную прокуратуру. Там вам ее предоставят. Что касается расследования, проводимого в Бюро по миграции, в ходе которого должны быть заслушаны лица, занимавшиеся досье гражданина Турции, чиновник сообщил нам, что оно продолжается, и что проверяются все процессы и лица, имевшие отношение к этому делу. В ответ на предложение Пятого канала представить подробности, которые не смог раскрыть министр внутренних дел, пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Виолина Марару заявила, что дело действительно находится в ведении прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Соответственно, мы связались с этим учреждением, где никто из ответственных лиц не ответил на наши сообщения и звонки. Напомним, убийство произошло 10 июля на террасе одного из столичных заведений, где в том числе находились дети с родителями. Мужчина произвел семь выстрелов в гражданина Турции, который оказался лидером преступной группировки, действующей в Лондоне. Как позже сообщила полиция, стрелявший является профессиональным киллером. Выдвинувший Молдовю в качестве условия искоренения коррупции, Европейский Союз, куда наша страна стремится вступить как можно скорее, сам продолжает сталкиваться с высоким уровнем этого явления. Об этом свидетельствуют данные нового евробарометра об отношении граждан к коррупции в ЕС. По данным опроса, опубликованного Европейской комиссией, 68% европейцев считают, что коррупция широко распространена в их странах. Самые высокие показатели в этом плане у Греции, Португалии, Мальты и Словении. Самые низкие — Финляндии, Дании и Люксембурге. Румыния находится в средней зоне рейтинга — с 75%. Более четверти респондентов заявили, что лично сталкивались с коррупцией в повседневной жизни. А 75% утверждают, что бизнес и политика слишком тесно переплетены, что создает условия для расцвета коррупции. Европейцы по-прежнему скептически относятся к усилиям национальных правительств по борьбе с коррупцией. 65% граждан считают, что подобные случаи на высшем уровне преследуются недостаточно. Только 30% опрошенных уверены в эффективности усилий властей. При этом большинство европейцев считают, что это явление недопустимо. По их мнению, за услуги, предоставляемые публичными администрациями, нельзя предлагать деньги, подарки или какие-либо блага, указывается в опросе. Опрос проводился путем личного интервью в период с 7 февраля по 3 марта с участием более 26 тысяч европейцев, проживающих в 27 государствах-членах ЕС. Исследование было опубликовано вместе с ежегодным докладом Европейской комиссии о верховенстве закона, в котором подводятся итоги мер по борьбе с коррупцией в странах ЕС. В документе обращается внимание на то, что некоторые реформы уголовного законодательства в европейском сообществе могут подорвать борьбу с коррупцией. В докладе упоминается Словакия, где законодатели в феврале одобрили план по смягчению наказания за коррупцию и мошенничество, а также Италия, где недавно была аннулирована статья за злоупотребление служебным положением, отмечает политика. Днестр продолжает мелеть. Из-за высокой температуры воздуха в последние недели водность реки снизилась более чем на 60%. Метеорологи объявили «желтый код» гидрологической опасности. В селе Пугачен и Новоаненского района можно перебраться вброд с одного берега реки на другой. По словам примара Пугачен, если в ближайшие несколько недель не пойдет дождь, серьезно пострадают фауна и флора. Если уровень воды продолжит интенсивно сокращаться, это наверняка отразится на всех растениях, деревцах, которые уже укоренились, и мы уже видим, что они начинают расти в сторону Днестра, к острову. Если этот участок высохнет, появится островок, похожий на то, что мы видим здесь. Жители села Пугачен вспоминают, какой полноводной рекой Днестр был раньше. Днестр все время поднимался. Мы боялись, что он выйдет из берегов. Однако за последние несколько лет из-за сильной жары Днестр мелеет. Воды не так много. Это нехорошо. Это была река с притоком. Все время вода была чистая. Сейчас она грязная. Уровень воды в Днестре сильно упал. Вода очень грязная. Сейчас Днестр можно легко пересечь вброд. Как видите, вода по щиколотку, так что перебраться на другой берег можно без проблем. Однако высыхание реки – большая проблема. Так это влияет на флору и фауну. Если засуха усилится, примерно через две недели может начаться мор рыбы и другой живности, считают эксперты. В общественных колодцах вода высохла, поэтому практически все местные жители вынуждены качать электронасосами воду из колодцев на домашних подворьях. Многие питьевую воду покупают. Они действительно высохли, а те, что есть, грязные. Многие высохли. В оставшихся, если и есть немного воды, то для того, чтобы напоить животных. Воды мало. Высыхают. Люди же поливают. Мы поливаем огород. Когда у нас последний раз был дождь, не помню. Откуда берете воду для питья, чтобы помыться? Из колодца. У вас дома колодец? Да, но вода не очень качественная. В доме вода есть. Поливаемый огород. Даже не знаю, осталась ли вода. Хорошая была вода. Мы поливали. А сейчас? Провела в дом отсюда, но затем уже появилась грязь. С колодцем было проще? Хорошо было с колодцем. Потратила много денег. Проложили из Днестра большие трубы. Но поливали всего около месяца. Проложили сверху, сюда. Примар Пугачен с тревогой сообщает, что динамика подземных вод в этом населенном пункте долгое время была отрицательной. Колодцы, которые мы помним еще с детства, с 80-х-90-х годов, глубиной 16-20 метров, в которых вода была на 3-4 метра, сегодня практически все высохли. В селе высохли большинство общественных колодцев, а их в общей сложности более ста. Как заявил Примар, чтобы облегчить жизнь сельчан, был разработан и представлен центральной власти проект по строительству в селе системы водоснабжения и канализации. Но его реализации придется еще долго ждать. Гидрологический центр государственной гидрометеослужбы продлил действия желтого кода маловодия на период с 24 по 30 июля. Население и предприятия призываются рационально использовать водные ресурсы. Он сожалеет, что родился в Молдове, где на протяжении полувека был учителем для тысяч детей. Такова драма педагога из села Каприяна, ведущего существование в крайней нищете. Несмотря на то, что он работал всю жизнь, Константин Пороскив достиг 83-летнего возраста, измученный испытаниями и нуждой. Всю жизнь он надеялся на спокойную, счастливую старость, но, по его словам, такова его судьба – пройти через множество испытаний и невзгод. Он вырос в голодные времена и познал все ужасы того тяжелого времени. Его отец погиб на войне, и мать осталась одна заботиться о четырех детях. Он был самым младшим в семье, слабым и болезненным. Лишь чудом ему удалось выжить. Ситуация была тяжелой и плохой. Нам нечего было надеть, не во что было обуться. Мы сами покупали себе книги, тетради, даже ручки. Моя мама была одна с четырьмя детьми. Она так и не вышла замуж. Кто может найти выход из такой ситуации? Константин Пороскив всегда верил, что образование и упорный труд могут помочь выжить в трудные времена, поэтому начал работать сразу после университета. Будучи молодым студентом инженерного факультета, он с энтузиазмом согласился преподавать физику и математику в школе. Сейчас он очень подробно вспоминает, как начинался его путь в педагогике. В то время представители университета приезжали в сёла и приглашали способных выпускников на учёбу в вузы. Я уже закончил 11 классов, приехали к нам из Тирасполя. У нас был очень сильный класс. Ученики были из Глежд, из Буковец и из многих других сёл. Из Сырец, я помню одну, по Песку Анну. Один человек из института приехал и пригласил нас в Тирасполь. С того момента, как мужчина ступил на педагогическую эстезию, он понял, что это его призвание. Любовь к детям заставила его отказаться от своей давней мечты – посвятить себя музыке. Я сказал, я всё равно буду заниматься музыкой. Я играл на свадьбах, у меня была возможность. Я видел, что деньги приходят. Три рубля за два дня. Но для меня это были деньги. Затем последовали десятилетия, посвящённые педагогике. Он трудился с самоотдачей, с любовью к каждому ученику. Его жена тоже была педагогом. Она преподавала химию и биологию. Школа была их вторым домом на протяжении всей жизни. Но когда в 2020 году она ушла из жизни, Константин почувствовал себя беспомощным. Ещё больше потрясла его смерть одного из сыновей. Эта драма оставила глубокую рану в его душе. Сын умер, жена умерла. Один жив, он работает на троллейбусе в Кишинёве, но не может приезжать, потому что у него смены. Должен быть на работе в 5 утра, возвращается в 11 вечера. Вы редко видите с ним? Да. Если я с ним разговариваю, он звонит мне в час или два ночи. Вот и вся наша связь. Пенсия бывшего учителя около 4 тысяч леев. И это всё. Кроме этого, он никогда не получал каких-либо пособий. Вместо того, чтобы помочь, они продолжают брать с меня деньги. За воду я платил, за газ я платил, за всё я платил. Когда я только приехал сюда с женой, детей ещё не было. Так что в 1972 году государство ещё что-то давало. Сгорбленный от старости и отчаяния Константин Пороскиф ещё надеется на всходы того, что посадил на своём огородике. На свои небольшие уши силы и на дождь, которую он ждёт с нетерпением. Каждый год, чтобы выжить, он засевает, выращивает на нескольких грядках зелени овощи, которые затем продаёт на рынке. Вот моя картошка. Жду, когда она хорошо просохнет в земле, и тогда я её выкопаю. Посадил лук и арбузы. Но в этом году всё очень плохо. Всё сохнет. Согласно докладу, представленному в прошлом году экспертом Организации Объединённых Наций по правам человека Клауди и Маллер, большинство пенсионеров в Республике Молдова живут за чертой бедности. Пенсии остаются недостаточными для покрытия основных потребностей пожилых людей, чтобы они могли вести достойную жизнь, говорится в документе. Одна из основных рекомендаций международного эксперта правительству по итогам визита в нашу страну – уделять больше внимания пожилому населению в рамках проводимых реформ. В Единцах убиты с особой жестокостью четыре черепахи. Две взрослые и две молодые особи были обнаружены с разбитыми панцирями. Природоохранные инспекторы узнали об этом из публикации в соцсетях. Ущерб окружающей среде в результате гибели черепах, относящихся к виду болотных, занесенных Красную книгу Республики Молдова, оценивается в 45 тысяч шлеев. Как сообщается на сайте Инспектората по охране окружающей среды, случай задокументирован, материалы переданы в прокуратуру Единицкого района для возбуждения уголовного дела по факту браконьерства с использованием неразрешенных орудий и методов. Редактор субтитров А.Семкин